Житие преподобного и богоносного отца нашего Феодосия, игумена Печерского, начальника иноков русских, которые стали подвязаться в монастырях по уставу. Теперь должно нам увидать второе великое светило русского неба, святой чудотворной Лавры Печерской, преподобного и богоносного отца нашего Феодосия. От преподобного Антония, как от светозарного солнца, приняв свет равноангельской жизни, он явился прекрасной луной со множеством звезд добрых дел своих и умножившихся учеников, и просвещал ночь нерадения о добродетелях. Обратите взор к нему и просветитесь подражанием в делах добрых. Знаете, что Господь отделил для себя святого своего. О славном житии его, украшенном звездочисленными подвигами и чудесами, свидетельствует в достаточном повествовании своем верный свидетель, находящийся уже на небе, преподобный отец наш Нестор. Но прежде предлагает обстоятельное предисловие, в котором содержится следующее. Благодарю Тебя, Владыка мой, Господи Иисусе Христе, что сподобил Ты меня, недостойного, быть свидетелем о святых Твоих угодниках. Я понудил себя поведать о них, хотя это выше моей силы, и недостоин я, как человек грубый, неразумный и не наученный никакому искусству. Но вспомнил я слово Твое. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете Горесии «перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. И я, грешный Нестор, принял в ум мой слова эти и оградил себя верой и упованием, что «все возможно Тебе», и начал писать слово о житии преподобного и богоносного отца нашего Феодосия, игумена Печерского монастыря, пресвятой владычицы нашей Богородицы, начального архимандрита всея Руси. Постоянно печалился я, вспоминая о жизни преподобного и о том, что никем не описана она. И молился я Богу сподобить меня написать все как следует о делах угодника своего, чтобы до тех чернорисцев, которые будут после нас, дошло писание это, и они, прочтя его и уразумев доблесть этого мужа, восхваляя Бога и прославляя угодника его, стремились на те же подвиги. Особенно же пусть восхвалят его за то, что в стране этой явился такой угодник, о котором Господь сказал, что последние будут первыми. Ибо и этот последний по годам явился равным первым отцам, подражая жизнью своей иноческому совершенству святого первоначальника Антония, не Печерского только, но и великого египетского Антония, ближе же те заименитого ему Феодосия, архимандрита и Иерусалимского. Эти праведники, проведя жизнь в равных подвигах, послужили владычице Богоматери и, приняв равную награду от родившегося через нее Бога, непрестанно молятся о нас, чадах своих. Достойна удивления такая жизнь, ибо в отеческих книгах пишется, что последний род будет слабым, а преподобный Феодосий в этом последнем роде явил себя великим трудником и пастырем-овцам словесным, наставником и учителем-иноком, который был украшен с молоду чистой жизнью и равноангельскими делами, просвещенными верой и разумом. И вот я начну описывать жизнь его от юных путей его. Только, братья, слушайте со всяким прилежанием, ибо исполнено это слово пользы для всех внимающих ему. Прошу вас еще, не осуждайте грубость мою, ибо любовь моя к преподобному понудила меня написать это слово о нем. Писал также потому, что опасался, чтоб и мнение было сказано, лукавый раб и ленивый надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и пришед, я получил бы свое с прибылью. Почему, братья, нехорошо утаивать чудеса Божие, в особенности помня слова Христовы, «То, что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что слышите на ухо, проповедуйте на кровлях». Итак, хочу я писать на пользу и поучение слушающим, чтоб и вы, славя за это Бога, получили воздаяние. Желая же положить начало слову и перейти к повествованию, прежде молюсь я Господу. Владыка мой Господи Вседержителю, податель блага, Отец Господа нашего Иисуса Христа, приди на помощь мне и просвети сердце мое к разумению заповедей Твоих, и отверзи уста мои, чтоб исповедать чудеса Твои, и похвалить угодника Твоего на славу имени Твоего Святого, потому что Ты защищаешь всех уповающих на Тебя. Сделав такое вступление, блаженный летописец начинает повествование о равночисленных звездам подвигах преподобного таким образом. Есть город блестольного русского города Киева с названием Васильев или Васильков. В нем жили родители преподобного Феодосия, пребывая в вере Христовой и украшаясь благочестием. Когда родился у них сей святой, они на восьмой день принесли его к священнику, чтоб наречь ему имя. Священник же, увидев дитя и сердечными очами прозревая, что с детства отдаст он себя Богу, назвал его Феодосием. Когда прошло сорок дней, младенца крестили, и он рос у родителей, и была на нем благодать Божия. Вскоре родители его переселились далеко в другой город, Курск, по повелению князя. Но скажу я более по Божию усмотрению, чтоб и там просияло житие доброго отрока. В том городе и рос отрок телом, возрастал и духом в премудрости и любви Божией. Он сам упросил родителей своих отдать его учиться божественным книгам, что они и сделали. И скоро стал понимать он все божественное Писание, так что все удивлялись премудрости и разуму его, и скорому его учению. Ежедневно ходил он в церковь Божию, слушая внимательно божественное Писание. К играющим детям не приближался, как делают в детстве, но удалялся от игр их, не украшал себя великолепием богатых одежд, но был доволен худым рубищем. Когда ему было 13 лет, умер его отец, и с тех пор еще более стал подвижничать преподобный, так что выходил с рабами своими на поле и работал смиренно. Мать его возбраняла ему в том, приказывала ему одеваться в хорошее платье и играть со сверстниками, и говорила, одеваясь так, ты делаешь укоризну себе и роду своему. Но он в этом не слушался ее и предпочитал ходить как нищий, так что часто гневалась, она приходила в ярость и била его. Блаженный юноша думал о том, как и каким образом спастись. Слыша о святых местах, где Господь наш ходил во плоти и совершал дело спасения нашего, желал идти туда, поклониться им, и молился о том, «Господи Иисусе Христе, услышь молитву мою, исподобь меня посетить святые места и поклониться им». Пришли в Курск странники. Встретив их, блаженный юноша обрадовался, подбежал к ним и, приветствуя их, расспрашивал, откуда они и куда идут. Они отвечали, что они из святого города Иерусалима и с Божьей помощью хотят идти обратно. Тогда блаженный юноша стал просить их взять его с собой и довезти до святых мест. И обещали они взять его с собой и довезти. И с радостью пошел он тогда домой. Когда странники стали собираться, они известили юношу о своем уходе, и он ночью, так что никто не знал о том, встал, покинул дом в одной худой одежде и пошел вслед за странниками. Но не было в воле всеблагого Бога, чтоб тот, кому от чрева матери он назначил быть пастырем словесных овец, постригаемых в чин ангельский иноческий, ушел из земли нашей русской. Через три дня мать его узнала, что он ушел со странниками и погналась за ним, взяв с собой младшего сына. После долгой погони догнали их и остановили преподобного. И там, в великом гневе и ярости, мать схватила его за волосы, повалила на землю и топтала его ногами. Укорив странников, она возвратилась домой, ведя сына как злодея связанным. И такой гнев был в ней, что, приведя его домой, она била его, пока он не изнемог. Затем связала его и заперла в особой горнице. Блаженный юноша принимал все это с радостью и, молясь Богу, благодарил его за все. Через два дня мать вошла к нему, развязала и дала есть. Но, будучи еще разгневанно, она наложила на ноги его тяжелые железные оковы, опасаясь, что он опять убежит от нее. И так долго ходил он как узник. Потом мать смилостивилась и начала с мольбами увещевать его, чтобы он больше не бегал от нее, потому что она любила его больше других детей и тосковала без него. Когда он обещал ей, что не уйдет от нее, если это будет полезно, она сняла железо с ног его и просила его делать, что хочет. А блаженный Феодосий, вернувшись к прежнему подвигу своему, ходил всякий день в церковь Божию. Видя, что часто не служат божественную литургию из-за недостатка просфор, он много о том скорбел и сам решился по смирению своему исправить то дело и сделал так. Встал он покупать пшеницу, молоть ее своими руками, печь просфоры и часть переносить в церковь, остальные же продавать. И сколько денег оставалось лишних давал нищим, а на остальные покупал снова пшеницу и делал просфоры. Такова была воля Божия, чтобы от чистого отрока приносимы были в церковь чистые просфоры. В этой работе провел он года два или более. Все его сверстники, по наущению врага, с укорами ругали его за такое дело, но с радостью и в молчании переносил то преподобный. Враг же, ненавистник добра, видя себя побеждаемым смирением трудолюбивого отрока, не мог успокоиться, желая помешать ему в таком труде, и стал вооружать против него его мать, чтобы воспрепятствовала она ему в его деле. И мать, страдавшая от того, что сын ее выносил такие насмешки, стала с любовью говорить ему, «Умоляю тебя, сын мой, брось эту работу, потому что ты наносишь укоризму своему роду. Не могу я слышать, как все укоряют тебя за это дело, и не подобает тебе еще малолетнему заниматься таким делом». Со смирением отвечал ей блаженный Феодосий, «Послушай, прошу тебя, мать моя, Господь Бог наш принял на себя вид убожества и смирился, подавая нам пример, чтоб и мы смирились ради него. И был он так же поруган, оплеван и заушен, и все претерпел ради нашего спасения, тем более нужно терпеть нам, чтоб приобрести Христа. А о том, какое я делаю дело, выслушай следующее. Когда Господь наш Иисус Христос возлежал на Тайной вечере с учениками Своими, тогда, взяв хлеб, Он благословил, преломил, дал ученикам и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело Мое». И если Господь наш хлеб, приготовленный для Тайной вечери, назвал Своим телом, радоваться нужно и мне, что сподобил Он меня делать такой хлеб, на котором совершается эта великая тайна приложения в тело Христова. Услыхав такой ответ, мать удивилась при мудрости отрока и предоставила ему свободу. Но враг не отступился от матери, внушая ей препятствовать сыну в его смирении и его труде. Через год, застав его опять пекущим просфоры и почерневшим от пламени, опять она пожалела его и снова начала мешать ему, иногда лаской, иногда угрозами, иногда и побоями, чтобы он бросил это занятие. А блаженный юноша был повержен тем в великую скорбь, и, недоумевая, что делать ему, встал ночью, тайно покинул свой дом и пришел в другой город, недалеко от Курска, где стал жить у пресвитера, продолжая заниматься своим делом. Мать же его, после поисков по своему городу, не найдя его, очень скорбела о нем. По прошествии многих дней услыхала она, где он живет, и с великим гневом отправилась за ним. Достигнув того города, она нашла его в доме пресвитера и, взяв его, повлекла в свой город, осыпая побоями. А когда привела домой, сказала, «Уже больше ты не уйдешь от меня, и куда ты не пойдешь, я найду тебя и приведу сюда». А блаженный, как и прежде, целыми днями молился Богу и ходил в церковь. Он был смирен сердцем, покорен пред всеми, так что начальник города Курска, узнав, что отрок этот с таким смирением и послушанием любит дело церковное, отличил его своим вниманием и поручил ему смотреть за своей церковью. Он подарил ему для ношения богатую одежду, но блаженный, походив в ней немного дней, как бы нося на себе какую-то тяжесть, снял ее и отдал нищим, сам же облегся в худую одежду. Начальник же, увидев это, дал ему снова другую, лучшую первую одежду, прося его, чтобы он ходил в ней. Но он и ее снял и отдал. И так делал он много раз. И узнав о таких поступках, начальник стал еще больше любить отрока и удивлялся смирению его. Через некоторое время блаженный Феодосий пошел в кузницу и попросил сковать ему вериги железа, обвил их вокруг пояса и так ходил. Железо было узко и врезалось в тело, а он терпел, точно не чувствуя никакой боли. Через некоторое время мать его в праздничный день стала принуждать его одеться в хорошую одежду, главным образом потому, что все вельможи должны были в тот день собраться у начальника города и блаженному Феодосию велено было там быть и служить. Когда он начал надевать праздничное платье, мать его пристально следила за одеванием и не мог он от нее утаиться. Она увидела на рубашке его кровь. Желая знать, откуда эта кровь, она нашла на нем железо и поняла, что кровь происходит от того, что железо врезается в тело. И разгоряясь гневом, с яростью она разорвала на нем хитон и с побоями сняла с него железо. А блаженный отрок, как будто никем не обиженный, оделся и пошел с кротостью прислуживать перующим. Через некоторое время услыхал он слова Господни в Евангелии. «Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня». И еще «Матерь моя и братья мои, суть слышащие Слово Божие и исполняющие его». И кроме того слова «Приедите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим». Эти слова разожгли душу боговдохновенного Феодосия и, горя рвением Божиим, он помышлял всякий день и час о том, как бы и где скрыться от матери и постричься во святой иноческий образ. По Божию усмотрению случилось матери его выехать в поместье и долго оставаться там. В радости помолился блаженный и тайно вышел из дома своего, не имея у себя ничего, кроме одежды на теле и немного хлеба для немощи телесной. И так поспешил он в город Киев, так как слышал об иноках там живущих. Он не знал дороги и просил Бога послать ему в помощь спутника. И вот, по Божию усмотрению, приключилось идти тем путем купцам, везшим на вазах тяжелую кладь. Когда блаженный узнал, что они идут в Киев, он обрадовался и прославил Бога, исполнившего желание сердца его, и шел за ними, но вдалеке, не показываясь им. Когда же они останавливались на ночлег, блаженный ложился так спать, чтобы не терять их из виду. И единый Бог хранил его. Так, совершая путь, он в три недели дошел из Курска до стольного города Киева. Придя в Киев, он обходил все еще не устроенные тогда по истинному уставу монастыри и просил живущих в них принять его. Но они, видя убогого юношу, одетого в худое платье, не хотели принять его. На то была Божья воля, чтоб он шел на то место, куда от чрева матери призывал его руководивший им Бог. Тогда-то услыхал он о преподобном Антонии, проводившем жестокое житие в пещере. Как бы крылья выросли у его ума, он устремился туда и пришел к преподобному старцу. Увидав его, он поклонился ему и со слезами просил его принять к себе в иночество. Преподобный Антоний сказал ему, «Чадо, видишь, что пещера эта скорбна и тесна, и не вынесешь ты всех трудностей этого места». Говорил же он так, не столько искушая его, сколько пророчески провидя, что он расширит место, то и создаст славный монастырь, где соберется множество иноков. С умилением отвечал Богом вдохновенный Феодосий, «Знай, честный отец, что Христос Бог, промыслитель всего, привел меня к твоей святыне, желая, чтоб спасся я через тебя, потому я сделаю то, что ты мне велишь». Тогда сказал ему преподобный Антоний, «Благословен Бог, укрепивший тебя, чадо, на такое старание. Вот тебе место, пребывай на нем». Блаженный Феодосий снова поклонился ему до земли, чтоб старец благословил его. И благословил его преподобный Антоний и повелел блаженному Никону, который был иереем и опытным чернористцем, постричь его. Взяв блаженного Феодосия как незлобивого Агнца, постриг по обычаю святых отцов и облег выноческую одежду на двадцать четвертом его году при благоверном князе Ярославе Владимировиче. И весь предался Богу преподобный отец наш Феодосий и своему богоносному старцу Антонию и подъял с тех пор великие труды, как воистину принявший иго. Он все ночи проводил бодрствуя в словословии Бога, побеждая тяжесть сна, и весь предался Богу преподобный отец наш Феодосий и своему богоносному старцу Антонию. И подъял с тех пор великие труды, как воистину принявший иго. Он все ночи проводил бодрствуя в словословии Бога, побеждая тяжесть сна, и повседневно удручал себя воздержанием и постом, трудясь своими руками. Постоянно вспоминал он слово псалма «Призри на страдания мое и на изнеможения мое, и прости вся грехи моя». И потому смирял он воздержанием и постом душу, бодрствованием же и рукоделием утруждал тело, так что преподобный Антоний и блаженный Никон дивились столь великому его в юности благонравию, смирению и покорности, бодрости и крепости, и много славили за то Бога. Мать его долго искала его не только в своем городе, но и в окрестных, и, не найдя его, плакала по нем горько, как бы по мертвым ударяя себя в грудь. И по всей той стране было указано, если где увидят похожего на него юношу, привезти его и дать знать матери, и получат за это награду. И вот некоторые люди, пришедшие из Киева, поведали ей, что четыре года назад видели его в их городе, где он хотел постриться в одном из монастырей. Услыхав это, мать Феодосия не побоялась долгого пути, не поленилась идти туда на поиски. Немало-немедля прибыла она в Киев и обходила все монастыри, ища его. Напоследок уведомили ее, что он находится в пещере у преподобного Антония, и она пришла туда, чтобы найти его, и начала обманом вызывать старца, говоря, «Скажите преподобному Антонию, чтобы он вышел ко мне, я перенесла долгий путь, чтобы прийти поклониться святыне его и получить от него благословение». Об этом было доложено старцу, и он вышел к ней из пещеры. Она, привидя его, поклонилась ему до земли. Старец, сотворивший молитву, благословил ее, и когда после молитвы они сели, женщина начала с ним долгую беседу, и при конце ее объяснила причину, ради которой пришла, и сказала, «Умоляю тебя, отче, поведай мне, здесь ли мой сын, ибо великую тугу и скорбь перенесла я, не зная, жив ли он». Старец, будучи не злобив и не предполагая ее обмана, ответил ей, «Сын твой здесь, не скорби, не беспокойся о нем, он жив». Она сказала ему, «Почему же, отче, я не вижу его? Много потрудилась я и пришла сюда только, чтобы видеть сына моего, а затем вернуться». Старец же сказал ей, «Если хочешь видеть его, отойди отсюда. Я пойду уговорю его, потому что он не хочет никого видеть, а ты приходи завтра и увидишь его». Услышав это, она поклонилась старцу и ушла, надеясь на другой день увидеть сына своего. А преподобный Антоний, войдя в пещеру, рассказал обо всем блаженному Феодосию, и тогда смутился блаженный, что не смог утаиться от матери своей. На следующий день женщина пришла опять, и старец много уговаривал блаженного выйти к матери, но тот не захотел. Тогда старец вышел к ней и сказал, «Много молил я сына твоего, чтоб вышел он к тебе, но он не хочет». Не со смирением, а с великим гневом обратилась она тогда к старцу и кричала, «О горе мне от старца этого, ибо взяв сына моего, скрыл в пещере и не хочет мне его показать. Выведи мне старец сына моего, чтоб увидеть мне его, потому что и жизни не хочу, если не увижу его. Покажи мне сына моего, чтоб не умереть мне злой смертью, ибо я наложу на себя руки пред дверями этой пещеры, если ты не покажешь мне его». Тогда преподобный Антоний, находясь в великой скорби, вошел в пещеру и молил блаженного, чтоб тот вышел к матери. Не желая оскорбить старца, Феодосий послушал его и вышел к ней. Мать, видя сына в таком скорбном виде, с лицом изменившимся от великого воздержания и труда, упала на шею его и долго плакала горькими слезами, и, как только немного успокоилась, стала увещевать его. «Вернись, дитя мое, домой. Ты будешь делать там по воле своей все на пользу и спасение души. Только не разлучайся со мной. Когда же я отойду от жизни, ты предашь тело мое гробу, и тогда сам возвратишься в пещеру, ибо не могу я жить, не видя тебя». Блаженный сказал ей, «Мать моя, если хочешь видеть меня, останься здесь в Киеве и постригись в женском монастыре, и, приходя сюда, можно тебе будет видеть меня, вместе же с тем ты получишь и спасение души. Если же не сделаешь так, правду говорю тебе, не увидишь больше лица моего». Такими и еще многими другими уговорами увещевал он свою мать в продолжении многих дней, когда она приходила к нему. Но она не хотела и слышать его. Когда она уходила, блаженный, войдя в пещеру, молился усердно Богу о спасении матери своей и о том, чтобы сердце ее обратилось к исполнению слов его. И Бог услышал молитву угодника своего, как сказал пророк, «Близок Господь ко всем призывающим его, ко всем призывающим его в истине, желание боящихся его он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Через несколько дней, придя, к блаженному мать его сказала, «Дитя мое, я исполню все сказанное тобой и не возвращусь более в родной город, но по воле Божией поступлю в женский монастырь и, постригшись в нем, проведу остающиеся мне дни, ибо из наставлений твоих я поняла, что этот маловременный мир – ничто». Услыхав это, блаженный возрадовался духом и, войдя в пещеру, поведал то преподобному Антонию. Преподобный же прославил Бога, обратившего ее сердце к такому покаянию, и, выйдя к ней, много учил ее о полезном для души. Потом рассказал о ней княгине и устроил ее в женском монастыре святого Николая, где она была пострижена и, прожив много лет, в добром исповедании с миром упокоилась в Господе. Эту часть жития блаженного отца нашего Феодосия с юности доселе рассказала мать его одному из братьев, который был келорем при том же преподобном отце нашим Феодосии именем Феодор. Услыхав все это от него, блаженный Нестор записал на память и пользу всем читающим, как и сам здесь о том говорит. А о прочих подвигах святого, которым и сам был свидетель, так повествует тот же составитель жития его. Вскоре святой отец наш Феодосий оказался в пещере победителем злых духов. По пострижении матери своей и удалении от всякой мирской заботы он стал подвязаться большими трудами на Божье дело. И были видны трое святых, сияющих в пещере, молитвой и постом разгоняющих тьму бесовскую, преподобный Антоний, блаженный Феодосий и великий Никон. Они пребывали в пещере, молясь Богу, и Бог был с ними, ибо, сказал он, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Когда блаженный Никон отошел от преподобного Антония с одним иноком болгариным монастыря святого Мины, преподобный отец наш Феодосий, изволением Божиим, по желанию преподобного Антония поставлен был иереем и ежедневно в великом смирении совершал литургию. Был он иерей кроткий нравом, тихий мыслью, простой сердцем, исполненный всякой духовной мудрости, имел нелицемерную любовь к братьи, которую числом двенадцать собрал преподобный Антоний. Когда же преподобный Антоний поставил братья в пещере вместо себя игуменом блаженного Варлаама, а сам переселился на другой холм и, ископав пещеру, начал жить в ней, тогда этот благоговейный иерей, преподобный отец наш Феодосий, с блаженным игуменом Варлаамом остался в первой пещере и с ним вместе поставил над пещерой малую церковь Успение Пресвятой Богородицы, чтоб братья собирались там на божественное словословие. Во время этой жизни с братьями в пещере, сколько они приняли скорби и печали по тесноте ее и подвигам своим, невозможно поведать человеческим языком, но известно только одному Богу. Пищей их там был только ржаной хлеб и вода, иногда лишь в субботу и воскресенье вкушали они немного сочево, но часто и в эти дни за неимением сочево варили и ели одну зелень. Ежедневно работали они своими руками, плели волну и исполняли другие ручные работы, которые носили в город и продавали. Купив на вырученные деньги жито, делили его между собой и всякий ночью молол свою часть зерна для приготовления хлебов. Затем, собравшись в церковь, начинали утреннюю службу и, совершив ее, трудились над работой, назначавшейся для продажи, иногда даже торговали в ограде, пока подходило время часов и божественной литургии, которые совершались со всяческим вниманием, причем все собирались в церковь. Потом вкушали немного хлеба, и каждый шел на свое дело до времени вечерни и повечерия. И так, постоянно трудясь, пребывали они в любви Божией. Преподобный же отец наш Феодосий, почтенный саном священства, превосходил всех в посте, в бодрости, в ручных работах, больше же всего в смирении и послушании. Он был помощником для всех, иногда нося воду, иногда дрова из леса. Иногда во время сна братьев брал он их разделенное жито, молол часть каждого и ставил на свое место, и сам целыми ночами бодрствовал в молитве. Иногда, при множестве оводов и комаров, ночью выходил он на холм над пещерами, и, обнажив тело до пояса, сидел, руками прязя волну, а устами воспевая псалтирь Давидову. И от множества оводов и комаров все тело его бывало обогрено кровью. А он оставался неподвижен, не вставая с места, пока не приходило время утренним. И он оказывался прежде всех первым в церкви, и, став на своем месте, не двигаясь, с умом собранным, совершал божественное словословие. И уже после всех выходил из церкви. Потому все любили его и считали за отца, девясь более всего смирению и покорности его. Когда блаженный в Орлаам, игумен Печерской братьи, был переведен князем Изяславом в монастырь святого великомученика Дмитрия, и там поставлен игуменом, тогда Печерская братья, собравшись к преподобному Антонию, по общему согласию, просила поставить им игуменом преподобного Феодосия, как искусного в иноческом житии и близко знающего Божьи заповеди. Преподобный же Антоний, призвав святого Феодосия, благословил его на игуменство. Братьей тогда было числом двадцать. Достохвальный же игумен, преподобный отец наш Феодосий, хотя и принял старейшинство, не изменил своего смирения и своих обычаев. Но он имел в памяти слова Господа, «Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». И потому он смирялся, делая себя меньшим всех и служа всем, во всем подавая собой образец добрых дел, и прежде всех приходя в церковь, а уходя последним. И молитвой этого праведника умножалось и процветало это место, по слову, «Праведник цветет, как пальма, и возвышается, подобно кедру в Ливане». При нем умножалось братья в пещере, как в земле доброй, потому что он воистину имел семя благодати, приносящее плоды во сто крат. За короткое время собрал он братья и сто человек, и все они процветали добрыми нравами и молитвами. Преподобный отец наш Феодосий, воистину земной ангел и небесный человек, видя, что при великом умножении братьей место тесно, и все не могут поместиться в пещере для безмолвной жизни, а в малой церкви над пещерой для соборной службы, видя, кроме того, скудость, не впал в печаль. Он не скорбел о том, но ежедневно утешал братью, поучая ее не заботиться о внешнем, и напоминал слова Христа, «В доме отца моего обителей много». И еще «Ищите же прежде царство Божие и правды его, и это все приложится вам». Преподобный помнил эти слова, и Бог щедро подавал ему все потребное. Выбрав прекрасное место близ пещеры и рассудив, что его достаточно для устроения монастыря, он укрепил себя верой и упованием и стал заботиться о том, как населить это место. Итак, по благословению преподобного Антония и спросив это место у христолюбивого князя Езяслава, вскоре при помощи Божией он соорудил там большую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, поставил много келей и обвел все оградой. И тогда он переселился из пещеры на то место. И с тех пор благодатью Божией возросло то место и прославился монастырь, который и до ныне от прежнего жительства иноков в пещере называется Печерским. По переселению из затворничества преподобный Феодосий стал искать, как бы положить для братьев устав твердого иноческого жития. И по молитве и благословению преподобного Антония дал ему Бог узнать студийский устав от честного Михаила, инока святой студийской обители, пришедшего с митрополитом Георгием из Греции. Все то, что он рассказал о том богоугодном чине, понравилось преподобному Феодосию. И потому он послал одного из братьев в Константинополь к блаженному Евнуху Ефрему, который обходил святые места, чтобы тот, дошедший до святого студийского монастыря, в точности узнал все порядки его и принес ему подробно списанный весь тамошний устав. Как воспевают песнопения и читают чтения и кладут поклоны, как стоят в церкви и сидят в трапезе, и какая в какие дни пищи. Блаженный Ефрем исполнил приказание преподобного отца, списал в порядке весь устав студийского монастыря, которого был сам очевидцем и принес к нему. Приняв это писание, преподобный Феодосий приказал прочесть его перед всей братьей и с тех пор начал в своем печерском монастыре устраивать все по уставу святой студийской обители. Потом от печерского монастыря все русские монастыри приняли тот же, переданный преподобным Феодосием, устав. И так начали содержать совершенный иноческий устав, которого прежде не было в Руси. И во всем смотрели, например, печерского монастыря и чтили его за верховный монастырь. Преподобный отец наш Феодосий во время игуменства своего в применении устава имел следующий добродетельный обычай. Всякого, кто хотел быть иноком и шел к нему, он не отгонял. Ни богатого, ни убогого, но принимал всех с полным усердием, вспоминая при этом, как скорбят те, которые хотят постричься и не встречают в том сочувствия. Ведь и сам он претерпел это искушение, когда пришел из своего города в Киев, желая быть иноком и обходил монастыри, а его не хотели принять. Но он не тотчас постригал того, кого принял, но приказывал ему ходить в своей мирской одежде, пока не привыкнет ко всему монастырскому чину. Тогда он облачал его в рясу. Затем, испытав во всех службах, постригал и облачал в мантию. Наконец, когда видел, что инок утвердился в чистом житии, сподоблял его принятие великого ангельского образа и возлагал на него святую схему. Этот преподобный наставник наставлял учеников своих на истинное покаяние. Он имел обычай всякую ночь обходить кельи всех, желая узнать образ жизни и усердие каждого. И когда он слышал, что инок творит молитву, тогда он в радости прославлял за него Бога. Когда же слышал, что двое или трое, сошедшись после вечерней молитвы, беседует, тогда, ударив рукой в дверь и обозначив тем самым свой приход, отходил опечаленный. Призвав их на следующий день, он обличал их непрямо, но заговаривал с ними издалека, чтобы узнать их усердие к Богу. И если брат был смиренный сердцем и с теплой любовью к Богу, то вскоре, поняв свою вину, он падал в ноги и кланяясь спросил прощения. Если же чье сердце было покрыто бесовским помрачением, такой, считая себя невиновным, думал, что старец беседует о другом, пока преподобный не обличал его. И тогда, наложив епитимью, он отпускал его. Так он учил всех прилежно молиться Богу, не беседовать после вечерней молитвы, не ходить из кельи в келью, но молиться, кто как может Богу в своей кельи, ежедневно заниматься ручной работой, имея на устах псалмы Давида. Вот как он поучал их. Молю вас, братья, будем подвязаться в посте и молитве. Позаботимся о спасении душ наших. Отвратимся от злобы нашей и от лукавых путей, которые суть любодеяния, кража, празднословия, ссоры, пьянство, объедение, братоненавистничество. Уклонимся, возгнушаемся всего этого, братья, но пойдем путем Господнем, ведущим нас в небесную нашу отчизну. Будем искать Бога рыданием, слезами, постом, бдением, покорностью и послушанием, чтоб тем приобрести у Него милость. Еще же возненавидим мир сей, всегда поминая слова о том Господа. Кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И еще сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Потому и мы, братья, отрекшись от мира, отречемся и того, что в нем, возненавидим всякую неправду, всякое мерзкое дело, не будем возвращаться к прежним грехам нашим, как пес на свою блевотину. Ибо сказал Господь, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Как избегнем бесконечной муки, кончая жизнь эту в ленности без покаяния? Надо нам, братья, назвавшись иноками, повседневно каяться в грехах своих. Ибо покаяние есть путь, приводящий к Царству Небесному. Покаяние есть ключ Царства Небесного, без которого нельзя туда войти никому. Покаяние есть путь, возвращающий нас в Отечество. Будем держаться, братья, этого пути, прикрепим к нему ноги наши. К этому пути не приближается змей лукавый. Шествие по тому пути трудно, а потом будет радостно. Итак, братья, будем подвязаться прежде того последнего дня, чтобы получить благое, избежим злой участи, предстоящей нерадивым и живущим без покаяния. Так этот святой наставник, прежде всего сам, исполняющий всякую добродетель, учил братью, а они, как добрая земля, принимали семя его слов и приносили плоды достойные покаяния. Один во сто, другой в шестьдесят, третий же в тридцать крат, как сказал Господь. И можно было видеть тогда на земле людей, равных жизнью ангелам. И был монастырь печерский, подобен небу, в котором преподобный отец наш Феодосий ясно просеял светом дел небесных. И Бог прославил его так, что он явился источником света вещественного. Игумен монастыря архистратига Михаила Сафроний шел в свой монастырь. Была темная ночь, и вот он увидел чудесный свет, стоявший только над монастырем преподобного Феодосия. Удивляясь тому, Игумен прославил Бога, говоря, «Осколь велика благость Твоя, Господи, что показал Ты такого светильника в этом святом месте, который так просвещает монастырь свой». Также и многие другие многократно видели это и поведали всем. Так что и князь, и бояре услыхали об этом свете, осеняющем добрую жизнь преподобного Феодосия. Тогда стали приходить к преподобному отцу нашему Феодосию многие, исповедуя грехи свои и отходили, получив великую пользу. И приходя к нему, приносили ему часть имущества своего на содержание братьей и на устроение монастыря, другие же давали и земли. Особенно же любил святого христолюбивый князь Изяслав, владевший в Киеве престолом отца своего Ярослава. Часто он призывал к себе Феодосия, много раз приходил и сам, насыщаясь его боговдохновенными словами. Преподобным Феодосием сделан был наказ вратарю по окончании обеда не отворять никому ворота, чтобы никто не входил в монастырь, пока не приблизится вечерня, чтобы в полуденное время братья могла отдыхать, ради утомления от ночных молитв и утреннего пения. И вот однажды в полдень приехал христолюбивый князь Изяслав, по обычаю своему с одним небольшим отроком, потому что когда он собирался к преподобному, тогда отпускал своих бояр по домам. Приехав, он сошел с коня, потому что никогда не въезжал в монастырь на коне. Подойдя к воротам, он постучал и приказал отворить, чтобы ему войти. Но вратарь отвечал ему, что есть приказание великого отца не отворять ворота никому до времени вечерня. Тогда христолюбивый князь, указывая ему голосом, чтобы вратарь знал, кто он такой, сказал, это я, мне одному отвори. Тот же, не зная, что это князь, отвечал ему так, игуменам мне приказано, если и князь придет не отворять ворот, поэтому если хочешь, потерпи немного, как подойдет время вечерней. Но князь ответил, я князь, мне ли ты не отворишь? Вратарь же посмотрел ворота и узнал, что это князь. Но не отпер ворот, а пошел к преподобному и возвестил ему, что князь стоит у ворот и ждет. Тогда преподобный вышел и, увидав князя, поклонился ему. Князь же стал говорить, каково отче запрещение твое, о котором говорит этот инок, что если и князь придет, не пускай его. Преподобный отвечал, ради того, господин, сделано оно, что в полуденное время братья, утрудившись от ночного словословия, могла спать. А твое усердие к Пресвятой Владычице нашей Богородице, приведшая тебя сюда, благо и на успех души твоей, и много радуемся мы о приходе твоем. Тогда пошли они в церковь, преподобный сотворил молитву, и они сели. Так христолюбивый князь наслаждался медоточных слов, исходивших из уст преподобного отца нашего Феодосия, и получив от него великую пользу, возвратился в свой дом, славя Бога, и с того дня стал еще больше любить святого, почитал его за одного из древних святых отцов, и во всем слушался его. Преподобный же отец наш Феодосий не величался тем, что князь и вельможи почитали его, но был поистине светилом, которое сияло тем ярче, что светило, как в темноте, в смирении, в поучении всем ученикам, и тогда-то он еще больше смирялся, трудился целыми днями ручным трудом и повелевал делом, а не словом. Часто он входил в пекарню и, будучи сам игуменом, работал с пекарями, меся тесто, делал хлебы, не зарывая таланта телесной крепости, утешая и ободряя других, не ослабевал в своем деле. Однажды, накануне успения Богородицы, не было воды в поварне, и пришел к преподобному упомянутый выше келарь именем Федор, говоря, что некому носить воду. Тогда преподобный встал и начал сам носить воду из колодца, и один из братьев, увидев его в таком труде, пошел немедленно рассказать это другим, они же поспешили с усердием наносить воды до избытка. В другой раз не было заготовлено дров для варки пищи. Тот же келарь Феодор пришел к преподобному, говоря, повели отче одному из братьев, который празден приготовить нужные нам дрова. Преподобный отвечал ему, я празден, я пойду. Приближалось же время обеда, блаженный повелел братья идти к трапезе, а сам взял топор и стал рубить дрова. И братья, вышедшие после трапезы, увидела преподобного своего игумена секущим дрова. Они тоже взяли топоры и нарубили столько дров, что их хватило на много дней. Когда блаженный Никон, который постриг преподобного, а затем отошел от пещеры, возвратился в Печерский монастырь, тогда преподобный отец наш Феодосий, хотя и был игуменом, почитал его как отца. И часто, когда блаженный Никон сшивал и скреплял книги, будучи чрезвычайно искусен в этом деле, он прял для него веревки. Таковы были смирение и простота этого боговдохновенного мужа, так трудился он во всяком послушании. И в этом подражал он Христу, который смирил себя и был послушен. К тому же и одежда его была смиренна и убога, несмотря на его сан. На теле его была колючая власеница, а сверху другая, весьма худая одежда, которую он надевал на себя для того, чтобы не показывать своей власеницы. И многие непонимающие люди укоряли и поносили его за эту одежду. Но он с радостью принимал поношение их, вспоминая слова Господа «Блаженны вы, когда будут поносить вас». Однажды преподобный отправился к христолюбивому князю Изяславу, находившемуся тогда далеко от города и остался там до вечера. Когда же он хотел уходить, христолюбивый князь велел отвезти его в монастырь на колеснице, чтобы не лишить его ночного сна. И во время дороги прислужник, везший его, видя его в худой одежде и не думая, что он игумен, сказал ему «Черноризец, ты всякий день празден, а я постоянно в трудах и не могу держаться на коне, поэтому пусть я усну в колеснице, а ты, так как можешь ехать на коне, сядь на коня». Преподобный, встав, сел на коня и повез прислужника, разлегшегося в колеснице, радуясь и славя Бога. Когда же одолевала его дремота, тогда сходил с коня, шел он около него, пока не уставал, и снова садился на коня. Когда уже стал заниматься день, вельможи, ехавшие к князю, издали узнавали преподобного, слезали с коней и кланялись ему. Тогда преподобный сказал прислужнику, «Чадо, вот уже день, встань и сядь на коня». И тот, видя, что все кланяются преподобному, ужаснулся сердцем, в трепете встал, сел на коня, а преподобный сел в повозку. Встречных бояр, которые кланялись ему, было все больше, и оттого возница становилась все страшнее. Когда подъехали к монастырю, вся братья вышла и поклонилась преподобному до земли, прислужник же в еще большем страхе размышлял, кто это, что все кланяются ему. А преподобный взял его за руку, ввел в трапезу и велел дать ему есть и пить, потом, одарив, отпустил его. Все это рассказал братье тот самый отрок, преподобный же не говорил никому. Но постоянно он учил братью, что иноку не должно ничем возноситься, но быть смиренным и считать себя ниже всех. Он учил их иметь и внешний вид смирения, ходить со сложенными на груди руками и при встречах кланяться друг к другу, как подобает инокам. Больше всего поучал он их смирению в том, чтобы во всяком деле брали сперва благословения от старшего, ибо говорил он «сеющий так дела свои в благословении, благословении и пожнет от них сладкий плод». И таким образом показал он силу этого учения. Когда приходили к нему благочестивые люди ради пользы, тогда по божественному поучению он предлагал им трапезу из монастырских блюд хлеб и сочево. Часто и сам христолюбивый князь Изяслав приходил и вкушал этих блюд. Однажды, когда он с удовольствием ел их, он сказал преподобному «Ты знаешь, отче, дом мой полон всеми благами мира, но никогда не ел я в нем в сласть, как теперь у тебя. Когда рабы мои приготовляют мне пищу, блюда разнообразны и но не так сладки, как эти. Прошу тебя, скажи мне, откуда такая сладость ваших блюд?» Боговдохновенный же отец Феодосий, желая привлечь его к Божьей любви, отвечал «Если милостивый владыка хочешь узнать это, послушай, я объясню тебе». Когда у нас братья собираются варить пищу и печь хлебы, на то у них положен такой устав, прежде всего брат, исполняющий это послушание, подходит к игумену и принимает от него благословение. Потом, поклонившись троекратно пред святым алтарем, зажигает свечу от святого алтаря и той свечой разводит огонь в поварне или пекарне. Когда же надо вливать воду в котел, послушник говорит старшему «Благослови отче», и тот отвечает «Бог да благословит тебя, брат». И так все дело совершается с благословением, потому и выходит в сладость. Твои же рабы, думаю я, работают ссорясь, ропща и клевеща друг на друга. Часто же приставники и бьют их, и так все дело совершается с грехом, и пища не бывает в сладость. Услыхав это, сказал христолюбивый князь «Воистину отче, когда случилось преподобному в монастыре своем услышать, что послушание совершено не с благословения, а с прислушанием, он называл его вражьей участью и не позволял, чтоб кто-нибудь из его благословенного стада вкусил от такой пищи, но приказывал выбрасывать иногда в речную глубину, иногда в горящую печь, чему примером является следующий случай. Праздник святого великомученика Димитрия преподобный отец наш Феодосий пошел с братьей в монастырь этого святого, а перед тем от некоторых благочестивых людей ему принесли прекрасные хлебы, которые преподобный приказал Келарю предложить на трапезу оставшейся дома братьей. Но Келарь, не послушавшись его, рассудил, когда завтра вернется вся братья, предложу ей хлебы, а теперь оставшиеся братья пусть ест монастырские хлебы. Так он и сделал. Наутро вся братья села за трапезу и были предложены те хлебы, разрезанные на куски. Преподобный посмотрел, позвал Келаря и спросил его, откуда хлебы эти? Он же ответил, принесены они вчера, но потому не подал я их вчера, что было мало братьей, и рассудил я предложить их сегодня всей братьей. Преподобный же сказал ему, лучше бы не заботиться тебе о наступающем дне и сделать по моему приказанию, а сегодня Господь Бог, который постоянно печется о нас, подал бы нам потребное и позаботился еще и о большем. И тогда он приказал одному из братьев собрать куски в корзину и высыпать в реку. На Келаре же наложил епитимью, как на виновном непослушании. Так же поступал и в иных подобных случаях. Преподобный отец наш Феодосий, видя, что попечительность и любостяжание не бывает у иноков без ослушания, потому что противно их обетам, старался прилежно учить свою братью и добродетели нестяжания, чтоб укреплялись они верой и надеждой на самого Бога, а не уповали на имение. Потому часто ходил он по кельям и если что у кого находил, пищу или одежду, лишнюю против положенной по уставу или иное имущество, отбирал то и бросал в печь, как часть вражью и предмета слушания и так увещевал их. Нехорошо, братья, нам инокам, отвергшимся всего мирского, собирать что-нибудь снова в своей келье. Как можем приносить Богу чистую молитву, держа в келье и своей сокровище, когда слышим слово Господа? Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И еще, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Итак, братья, будьте довольны одеждой, положенной по уставу и пищей, предложенной на трапезе, а в келье не надо иметь ничего такого, и тогда все усердно, всей мыслью будете приносить чистую молитву Богу. Вот какими и многими другими увещеваниями получал он их со всяким смирением и слезами. Никогда не видели его придирчивым, гневливым, сердитым взором, но был он милосерден, тих, сострадателен ко всем. Если кто из его нестяжательного стада, ослабев сердцем, покидал монастырь, тогда преподобный из-за этого бывал великой печали и скорби, и до тех пор молился Богу со слезами, чтоб он возвратил назад, отставшую от его стада овцу, пока отшедший не возвращался и с радостью принимал его. Преподобный поучал его никак не ослабляться вражьим кознем и не допускать победы их над собой, но стоять крепко. Был там нетерпеливый брат, который часто убегал из монастыря, и когда возвращался, преподобный с радостью принимал его и говорил, что Бог не допустит, чтоб он скончался где-нибудь вне этого монастыря. И хотя часто уходит он, но примет кончину в монастыре и со слезами молил Бога, чтоб он подал брату этому терпение. После многократных уходов своих вернулся он однажды снова в монастырь и просил преподобного принять его. Преподобный, будучи воистину милостив, с радостью принял его, как заблудшую и вернувшуюся овцу, и причислил к своему стаду. Тогда этот брат, который делал ризы на иконы, принес и положил перед преподобным то, что скопил, выручая за свою работу. Преподобный же сказал ему, если хочешь быть совершенным инноком, то возьми это и брось в горящую печь, потому что это плод ослушания. Он же, как истинно кающийся, собрал все по повелению преподобного, снес к печи и сжег, а сам с тех пор жил неисходно в монастыре, проводя остающиеся дни в покаянии. И здесь, по предсказанию преподобного, упокоился в мире. Итак, поучая нестижанию, в котором показывал веру и надежду, показал преподобный и любовь, милосердуя, чтобы никто из стада его не был отвержен. Явил он и любовь, милосердствующую о бедных. Если он видел какого-нибудь нищего и убогого, скорбного и в дурной одежде, он сожалел, печалился о нем и со слезами помогал ему. И ради них устроил он двор у своего монастыря с церковью святого первомученика Стефана. И там приказал пребывать нищим, слепым, хромым, прокаженным, которым он от монастыря подавал потребное, а от всего монастырского имения уделял на них десятую часть. Всякую субботу посылал он хлебов, сидящим в темницах и заключений. Преподобный отец наш Феодосий, как отец небесный, был милосерд не только к бедным, но и к обижавшим его монастырь. К нему привели однажды связанных разбойников, пойманных на монастырской земле в покушении на кражу. Преподобный, видя их связанными и находящимися в такой скорби, сжалился над ними и, прослезясь, приказал развязать их, накормить и напоить. Затем долго поучал он их никому не делать зла, никого не обижать, дал им в помощь достаточное имущество и с миром отпустил. Они же пошли, славя Бога и преподобного Феодосия. Умиление согрело их душу и с тех пор никому они не делали зла, но были довольны тем, что приобретали трудом. Таким милосердием преподобный утвердил учение свое о нестяжании и так помиловал и утешил тех, которых для охранения имущества обыкновенно не щадят. Он уповал, что сам Господь сохранит то, что нужно рабам его от хищения разбойников. И Господь оправдал эту веру преподобного таким чудом. При умножении братьей нужно было преподобному отцу Феодосию расширить монастырь для устройства новых келий. И он начал сам трудиться с братьями своими руками и расширять ограду. И когда монастырь таким образом остался без ограды и не было сторожей, однажды ночью в глубокую темноту пришли разбойники, которые думали, что в палатах церковных скрыто имущество монахов, и потому они не пошли никому в келью, но бросились к церкви. И там они услышали из церкви голоса поющих. Они же, думая, что это братья совершает полуношное пение, снова отошли и ожидали, пока окончится пение, чтобы тогда войти в церковь и ограбить ее. Так много раз приходили они и слышали те же ангельские голоса. Потом подошло время утреннему пению. Панамарь по обычаю возгласил «Благослови отче!» и спросил благословения, разбойники, услыхав это, отошли в лес и говорили «Что делать? Кажется, в церкви было привидение, но теперь, когда все соберутся в церковь, тогда мы обступим двери, перебьем их всех и захватим все их добро». Так внушал им враг, желая похитить с этого места не столько имущество, сколько святое собрание спасающихся душ. Но это не только оказалось невозможным, но он сам был побежден молитвами преподобного Феодосия. Злые люди эти немного подождали, пока Богом собранное стадо с блаженным наставником и пастырем своим Феодосием сошлось в церковь и во время пения утренних псалмов бросились на них как дикие звери. И вот внезапно совершилось страшное чудо. Церковь с находящимися в ней поднялась с земли и взошла на воздух, так что истрелами они не могли попасть в нее. А находившиеся с преподобным и не слышали того, разбойники, видя это чудо, пришли в страх и в трепете возвратились домой и, умилившись душой, обещали никому не творить зла. А их предводитель и еще трое из них пришли к преподобному Феодосию, каясь и поведали ему все бывшее. Преподобный же, услыхав это, прославил Бога, не только сохранившего достояние церковное, но и спасшего их от такой смерти. Поучив их о спасении души, он отпустил их, и они славили и благодарили Бога и преподобного его. Такое же чудо случилось еще раз, показывая, что воистину Бог хранит в монастыре эту церковь преподобного. Однажды случилось одному из бояр христолюбивого князя Изяслава ехать ночью через поле в пятнадцати поприщах от монастыря преподобного отца нашего Феодосия. И вот издалека увидел он церковь, стоящую над облаками. В ужасе он поскакал с отроками, чтобы узнать, какая это церковь. И когда доехал до монастыря преподобного Феодосия, то на его глазах церковь спустилась и стала в монастыре на своем месте. Он постучал в ворота, и когда вратарь отворил, вошел и поведал преподобному о случившемся. И с тех пор часто приходили к нему, насыщаясь его боговдохновенными словами и подавая из имения своего наустроения монастыря и украшения богом хранимой церкви. Было также явлено чудотворное промышление Божие не только о самой церкви, но и об имениях, принадлежащих монастырю Феодосиеву. Однажды схватили разбойников и связанными вели в город к судье. И когда по изволению Божию случилось им идти мимо одного хутора Печерского монастыря, тогда один из тех связанных злодеев кивнул на тот хутор, говоря, «Однажды ночью пришли мы к этому хутору, чтобы разграбить его и похитить все, что в нем есть. Но увидели здесь высоко огражденный город, так что нельзя нам было приблизиться к нему». Таким образом Бог, благой хранитель, оградил имение монастырское молитвами уповающего на него преподобного Феодосия, который всякой ночью обходил монастырь, творя молитву и ограждая этой молитвой монастырь, со всем имением его как крепкой стеной. Этот наставник нестяжания уповал, что сам Господь попечется подать и то, что служит не столько к удовлетворению нужды, сколько к украшению. И это упование преподобного было подтверждено силой Пресвятой Матери Господа таким образом. Боярин, названного выше князя Изяслава именем Судислав Геуевич во святом крещении Климент, отправляясь однажды с князем своим в поход, положил такой обед. «Если я здрав возвращусь домой, то дам Пресвятой Богородице в монастырь Блаженного Феодосия две гривны золота, скую еще венец на ее икону». Когда началась битва, много пало народа с обеих сторон, в конце концов враги были побеждены и спасшиеся киевляне возвратились домой. Боярин забыл свой обед. И вот через несколько дней, когда он в полдень спал в доме своем, раздался страшный голос, звавший его по имени «Климент!» Он встал, сел на постели и увидел икону Пресвятой Богородицы из монастыря преподобного Феодосия, стоящую перед постелью его, и услыхал от иконы такой голос «Отчего, Климент, не дал ты мне того, что обещал? Говорю тебе теперь, постарайся исполнить обещание свое». После этого гласа икона стала невидима. А боярин в великом страхе взял столько золота, сколько обещал, и, сделав золотой венец для украшения иконы Пресвятой Богородицы, отнес в Печерский монастырь к преподобному Феодосию, который и не помышлял о таком украшении, и отдал ему. В скором времени тот же боярин, по Божию усмотрению, задумал дать Евангелие в монастырь и пришел к преподобному Феодосию с Евангелием, спрятанным под платьем. Когда по молитве хотели они сесть, и боярин не открыл еще Евангелие, преподобный сказал ему, «Брат Климент, вынь прежде Святое Евангелие, обещанное Пресвятой Богородице, находящееся под твоим платьем, и тогда сядешь». Услыхав это, поражен был боярин прозорливостью преподобного, потому что никому еще о том не говорил, и, вынув Святое Евангелие, он дал его в руки преподобному, и тогда уже сев, насладился духовной беседы, а потом возвратился домой, разглашая, как нестяжатель, уповающий на украшения от Бога, чудотворно украшается не только богоугодными вещами, но и прозрением. Но больше всего упование свое на Бога в пополнении оскудения и недостатков доказал этот преподобный нестяжатель многими бесчисленными чудесами, из которых вспомним следующее. Поведал это инок Иларион, всякий день и ночь, переписывающий книги в келье преподобного отца нашего Феодосия, который в это время устами тихо пел псалтирь, а руками прял волну или делал какое другое дело. Однажды вечером, когда они были заняты своим делом, пришел к преподобному эконом Анастасии, говоря, что на следующий день не на что купить ни припасов для трапезы братьей, ни других нужных предметов. Преподобный ответил ему, «Как ты видишь, теперь вечер, а завтрашний день далек, потому иди и потерпи немного, молясь Богу, не помилует ли он нас и попечется о нас как ему угодно». Получив такой ответ, эконом ушел. Преподобный же встал, вошел в глубкелей своей петь обычное правило свое, и после молитвы вернулся и сел, продолжая свое дело. Снова вошел эконом с теми же словами. Преподобный ответил ему, «Не говорил ли я тебе, молись Богу? Завтра, отправляясь в город, возьмешь в долг у продавцов все нужное для братьев, а потом по благодеянию Божию отдадим долг. Ибо верен Бог глаголищей, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Бог и не оставит нас благодатью своей». Когда эконом удалился, вошел светлый отрок, одетый в воинскую одежду, поклонясь, положил на стол гривну золота и, ничего не сказав, вышел. Преподобный встал, взял золото и помолился со слезами благодаря Бога. Наутро, призвав вратаря, он спрашивал, входил ли кто в эту ночь через ворота. Вратарь ответил, «Уверяю тебя, как только зашло солнце, ворота были затворены, и с тех пор я не отворял их, и никто к нам не приходил». Тогда преподобный призвав эконома, подал ему гривну золота со словами, «Вот говоришь ты, брат Анастасий, что не на что купить братья и нужное. Теперь золото есть, купи, что требуется». О, разумел эконом благодать Божию и, упав в ноги, просил прощения. Преподобный же наставил его, говоря, «Никогда не отчаивайся, но крепись по вере и всякую печаль возлагай на Бога, ибо по воле своей Он печется о нас. Сделай сегодня для братьей угощение, ибо Господь посетил нас. А когда оскудеем мы, Бог попечется о нас». Так и случилось. Однажды пришел к преподобному Келарь Федор, говоря, «Сегодня нечего предложить мне брать и на трапезу». Преподобный отвечал ему, «Иди, потерпи немного, молясь Богу, неужели Он не попечется о нас? Если же не будем мы достойны, то свари пшеницу и, смешав с медом, поставь брать и на трапезу». Но мы надеемся на Бога, который дал в пустыне непокорным людям небесный хлеб. «Силен он и нам подать сегодня пищу». Тогда Келарь ушел. Преподобный же стал на непрерывную молитву. И вот первый из бояр князя Изяслава Иоанн, которому Бог положил мысль на сердце, наполнил три воза съестными припасами хлебом, сыром, рыбой, сочевым, пшеном и медом и послал в монастырь к преподобному. Увидав это, преподобный прославил Бога и сказал Келарю, «Видишь, брат Федор, не оставит нас Бог, если только надеемся на него всем сердцем. Иди, учреди братья большое угощение в этот день, ибо Бог посетил нас». И так преподобный возвеселился на трапезе с братьей духовной радостью, благодаря Бога, что нет скудости у боящихся его. А Бог по молитвам преподобного творил изобильно в обители его подобное чудотворение. Однажды пришел к преподобному Феодосию из города Пресвитер, прося вина для служения божественной литургии, и преподобный, призвав строителя церковного, велел ему налить вина в сосуд священника. Тот же отвечал, «Немного у меня вина, едва на три или четыре литургии». Преподобный же сказал ему, «Вылей все этому человеку, а о нас попечется Бог». Тот же нарушил приказание святого и влил Пресвитеру в сосуд мало вина, оставив на литургию следующего дня. Пресвитер показал преподобному, как ему мало влили. Тогда преподобный снова призвал строителя и сказал ему, «Не сказал ли я тебе, вылей все, а о завтрашнем дне не беспокойся? Неужели же Бог оставит завтра церковь матери своей без службы? Еще нынче подаст он нам вина с избытком?» И так строитель пошел, вылил все вино священнику и отпустил его. И вот вечером, когда кончилась трапеза, по предсказанию преподобного привезли три воза с бочками полными вина, которые прислала одна женщина, распоряжавшаяся всем в доме христолюбивого князя Всеволода. Видя это, церковный строитель прославил Бога, удивляясь предсказанию преподобного Феодосия, который сказал, «Сегодня Бог пошлет нам вина с избытком», что на самом деле и случилось. Тот же церковный строитель был свидетелем другого, равного этому чуду, бывшему по молитвам преподобного. При приближении праздника Успения Пресвятой Богородицы не было деревянного масла, чтобы налить на этот день в светильники, и церковный строитель задумал выжать масло из полевых семян, налить их в светильники и зажечь. Спросив о том преподобного Феодосия и получив его позволение, строитель поступил, как задумал. Когда же он собирался уже лить масло в светильники, увидел упавшую масло, уже мертвую мышь. Тогда он поспешно пошел к преподобному и объявил ему, что он со всякой осторожностью накрыл сосуд с елеем и не знает, как туда влезла и утонула мышь. Преподобный же, поняв, что это случилось по Божию усмотрению, осудил свое неверие и сказал ему, нужно нам, брат, иметь надежду на Бога и уповать, что он силен подать нам нужное, а не делать по неверию то, чего не следовало. Иди, вылей масло то на землю и, молясь Богу, потерпи немного, а он подаст нам сегодня масло в изобилии. Когда преподобный отдал строителю это приказание и помолился, был уже вечерний час. Один наполненную деревянным маслом, видя это преподобный прославил Бога, что он так скоро услышал молитву его. Маслом наполнили все светильники и еще большая часть его осталась, и на другой день светло отпраздновали праздник Пресвятой Богородицы.